Сегодня мы с вами будем разбирать задания ЕГЭ по обществознанию. Несколько слов о структуре занятия. Мы не ставим перед собой целью подготовить вас для сдачи экзаменов на 100 баллов, мы лишь предлагаем организовать вашу самоподготовку таким образом, чтобы устранить некоторые проблемы в ваших знаниях. Если они есть, еще раз проверить себя тем, кто уверен в себе на 100%. Для решения вам будет предложен ряд заданий, время, чтобы подумать и написать ответ в чате. После этого вам будет дан правильный ответ, а также возможность задать вопрос по разбору решения каждого задания. Если меня хорошо слышно, нажмите «плюс» в чате. Сегодня мы хотим обратить ваше внимание по разбору задания типа А8 в моей части, и во второй части вам будут предложены задания типа Б2. Для решения данного задания нам нужно усвоить несколько терминов и несколько законов. Задания типа А8 касаются графиков и законов спроса и законов предложения. Закон спроса и предложения гласит, что при прочих равных условиях, чем цена товара ниже, тем больше величина спроса, то есть готовность покупать, и тем меньше величина предложения, готовность продавать. Спрос – это отражает, с одной стороны, потребность покупателя в некоторых товарах или услугах, желание приобрести эти товары или услуги в определенном количестве, а с другой стороны, возможность оплатить покупку по цене, находящейся в пределах доступного диапазона. Закон спроса гласит, что величина объема спроса уменьшается по мере увеличения цены товара. Это неценовые факторы, которые влияют на спрос – это уровень дохода в обществе, размер рынка, мода сезонность, наличие товаров-заменителей, или иначе их называют товаров-субститутов, и инфляционное ожидание. Предложения – это возможности желания продавца-производителя предлагать свои товары для реализации на рынке по определенным ценам. Закон предложения гласит, что при прочих неизменных факторах увеличены объемы предложения, увеличивается по мере увеличения цены на товар. Фактор, влияющий на предложение – это наличие товаров-заменителей, наличие товаров-комплектующих дополняемых, которые идут в дополнение к этому определенному конкретному товару, и уровень технологий, объем и доступ ресурсов, налоги и дотации, которые платит производитель, природные условия, ожидания инфляционные и социально-политические, и размеры рынка. Итак, перейдем к нашему первому заданию. На графике отражена ситуация на рынке импортной обуви. Линия предложения S переместилась в новое положение – S1. P – цена товара, Q – количество товара. Вопрос. Это перемещение может быть связано прежде всего с 1. Обострением конкуренции между производителями, 2. Установка нового оборудования на обувных фабриках, 3. Созданием филиалов крупных предприятий в ряде регионов, 4. Повышением ввозных пошлин. У вас есть время подумать и написать свой ответ в чате. Я увидела ваш вариант ответов. Переходим к разбору. Итак, смотрим самое главное, что у нас предложена линия предложения. Предложение – это то, что нам может предложить, нам, то есть потребителям предложить предприниматель. P – это у нас цена. Поставим, допустим, здесь в рублях, чтобы вам было более понятно. И количество товара. Если мы с вами посмотрим, то цена у нас осталась та же. Цена у нас осталась та же. А количество товара у нас уменьшилось. То есть мы должны с вами просмотреть факторы, найти тот фактор, при котором количество товара уменьшится. Первый вариант ответа – обострение конкуренции между производителями. При обострении конкуренции между производителями производители борются за то, чтобы их товар был более, больше пользовался спросом. Соответственно, они либо понижают цену, чаще всего они понижают цену, либо предоставляют более качественный товар. Здесь мы не видим понижения цены. Цена у нас осталась та же. Следовательно, вариант под номер один нам не подходит. Второе. Установка нового оборудования на обувных фабриках. Если мы поставим с вами более новое оборудование, которое нам обеспечит качественную обувь, то спрос должен вырасти. У нас спрос уменьшился. Не подходит нам этот вариант. Создание филиалов крупных предприятий в ряде регионов. Если мы берем за отправную точку этот филиал, который расширился, следовательно, он должен выпускать больше обуви, и количество обуви должно быть больше. У нас в данном случае количество выпускаемого товара уменьшилось. Этот вариант нам не подходит. Номер четыре. Повышение возных пошлин. Этот вариант является верным, так как одним из критериев, влияющих на уменьшение предложений, которые нам могут предложить произойти, является как раз таки введение пошлин и определенных налогов. Есть ли у вас вопрос по данному заданию? Переходим к следующему заданию. Перескочили мы немножко. На графике отражена ситуация на рынке изделий из текстиля, постельного белья, махровых полотенцев и другого. Линия спроса D переместилась в новое положение D1. P – цена товара, Q – объем спроса товара. Вопрос. Это перемещение может быть связано прежде всего с расширением гостиничного бизнеса. Второй вариант ответа – появлением новых видов искусственных тканей. Третий вариант ответа – увеличением числа производителей домашнего текстиля. Четвертый вариант ответа – рост налогов с производителей текстильной продукции. У вас есть время подумать. Я увидела ваши варианты ответов. Переходим к разбору. Также проведем линии и увидим, что у нас цена не изменилась, а количество товара увеличилось. Смотрим наши предложенные варианты. Первый вариант – это расширение гостиничного бизнеса. При расширении гостиничного бизнеса нам, соответственно, будет необходимо текстильное изделие. Следовательно, этот вариант ответа нам подходит. Но чтобы убедиться, что мы выбрали первый вариант ответа, рассмотрим другие. Второе – появление новых видов искусственных тканей. Второй вариант ответа демонстрирует нам конкуренцию. Следовательно, при конкуренции чаще всего производитель снижает цену, либо берет качество. Этот вариант ответа нам не подходит, так как цена у нас осталась неизменной. Третий вариант ответа – увеличение числа производителей домашнего текстиля. Здесь также картина конкуренции. Этот вариант нам не подходит. Четвертый вариант – рост налогов с производителей текстильной продукции. Рост налогов относится к уменьшению количества производимого товара. И еще здесь обратим внимание, что у нас спрашивается не о предложениях, а о линии спроса. То есть директоры гостиничного бизнеса будут нуждаться в рынке изделий непосредственно текстиля. Есть ли у вас вопросы по данному заданию? Переходим к следующему заданию. На графике отражено изменение спроса на мобильные телефоны новых моделей. Линия D спроса переместилась в новое положение D1. F – цена товара, Q – количество товара. Это перемещение может быть прежде всего связано с Первый вариант ответа – снижением цен на модели телефонов ранних образцов. Второе – укреплением компаний, предоставляющих услуги мобильной связи. Третье – технологическими достижениями в области мобильной связи. Четвертое – изменением тарифов на пользование стационарными телефонами. У вас есть время подумать и написать вариант ответа в чате. Итак, рассмотрим, что у нас D – это линия спроса. Если мы посмотрим с вами на график, то мы увидим, что количество товара, которые хотят купить потребители, увеличилось. Следовательно, чем это может быть вызвано? Первый вариант ответа – снижение цен на модели телефонов ранних образцов. Но если мы обратим внимание, в вопросе у нас телефоны новых моделей. Первый вариант ответа является неверным. Второй вариант ответа – укреплением компаний, предоставляющих услуги мобильной связи. Если у нас мобильные связи, просто они будут предоставлять свои мобильные услуги в больших количествах. На продаже телефонов, на спросе телефонов, это никаким образом не отразится. Этот вариант там не подходит. Третий вариант ответа – технологическими достижениями в области мобильной связи. Но если мобильная связь сделает шаг вперед и изобретет что-то новое, которое мы будем видеть в новых моделях, то спрос на эти модели будет увеличен. Этот вариант ответа нам подходит. Четвертый – изменением тарифов на пользование стационарными телефонами. Стационарные телефоны – это наши домашние телефоны, которые являются, можно сказать, конкурентными к мобильным телефонам. Поэтому если повышение конкурентной способности здесь картина, этот вариант ответа нам не подходит. Есть ли вопросы по данному заданию? Вопросов нет? Переходим далее. На графике отражена ситуация на рынке ремонтно-строительных услуг. Линия предложения S переместилась в новое положение S1. P – цена товара, Q – количество товара. Вопрос. Это перемещение может быть связано прежде всего с 1. Выточи льготных кредитов организациями, занимающимися строительством и ремонтом. 2. Увеличением доходов потребителей услуг рынка. 3. Развитием рынка жилищного строительства. 4. Рост налогов, уплачиваемых ремонтно-строительными организациями. Переходим к разбору задания. Линия у нас предложения. Она у нас уменьшилась количество товара, то есть уменьшилось количество товара, которое нам может предложить производитель. С чем это может быть вызвано? 1. Выточи льготных кредитов организациями, занимающихся строительством и ремонтом. Если строительным организациям будут выдавать льготные кредиты, то это только способствует расширению их бизнеса, и получается у них предложение должно расти. На данном графике у нас уменьшение количества товара. Этот вариант ответа нам не подходит. 2. Увеличением доходов потребителей услуг рынка. Увеличение доходов потребителей демонстрирует нам картину увеличения спроса. А у нас на картине изображена линия предложения, которая изменилась и количество товара уменьшилось. Этот вариант ответа нам не подходит. 3. Развитие рынка жилищного строительства. Развитие рынка способствует повышению спроса у потребителей. На данной графике мы этого не видим. 4. Ростом налогов, уплачиваемый ремонтно-строительными организациями. Именно поэтому количество товара, который нам может предложить производитель, уменьшилось. Этот вариант ответа является верным. Есть ли вопросы по данному заданию? 5. Вопросы нет. Переходим далее. На графике отражена ситуация на рынке парикмахерских услуг. Линия предложения S переместилась в новое положение S1. P – цена товара, Q – количество товара. Это перемещение может быть связано прежде всего с 1. Расширением сети парикмахерских. 2. Использованием новых средств по уходу за волосами. 3. Третий вариант ответа – новыми модными веяниями в стилях причесок. 4. Изменением ставки подоходного налога. 4. У вас есть время подумать и написать свой ответ в чате. Переходим к разбору задания. 5. Обратим внимание, что у нас линия предложения. 6. У нас увеличилось количество предлагаемого товара. Чем это может быть вызвано? Первый вариант ответа – расширение сети парикмахерских. Если мы расширяем сеть, следовательно, мы предлагаем больше услуг. То есть мы предлагаем больше товара. Этот вариант ответа нам подходит. Чтобы убедиться, что мы делали правильный выбор, рассмотрим следующее. Варианты ответа – использование новых средств по уходу за волосами. Если мы будем использовать новые средства, которые произведут феерическое влияние эффекта на дамы или на мужчин, то у них повысится спрос. В данном случае мы рассматриваем линию предложения. Этот вариант цвета нам не подходит. 7. Новыми модными веяниями в стилях. Новые модные веяния также относятся к закону спроса. Этот вариант ответа нам не подходит. Изменением ставки под доходного налога. Так как у нас увеличилось количество предлагаемого товара, то налоги в данном случае не имеют значения. Есть ли вопросы по данному заданию? Вопросов нет. Переходим далее. На графике отражена ситуация на рынке бытовой химии. Линия спроса D переместилась в новое положение D1. P – цена товара, Q – объем спроса товара. Это перемещение может быть связано прежде всего с 1. Расширением числа производителей бытовой химии. 2. Заселением многоэтажных домов новых микрорайонов. Третий вариант ответа – техническими нововведениями на предприятиях бытовой химии. 4. Увеличением налогов, уплачиваемых производителями. У вас есть время подумать и написать свой ответ в чате. У нас был вопрос по предыдущему заданию. Артем задал. Я вернусь к предыдущему заданию. Поясните третий пункт. Что значит новыми модными веяниями в стиле причесок? Здесь у нас будет увеличиваться спрос. Потребители, которые хотят, увидели, допустим, регламу в СМИ, пришли и хотят делать, допустим, себе такую же прическу. На таком уровне вам объясню. Последовательно, чем больше каких-то модных веяний, увеличивается спрос у потребителя. Я ответила на ваш вопрос? Отлично. Переходим к разбору данного задания. Итак, рассмотрим, что у нас здесь. Линия спроса. У нас увеличилось с вами количество потребляемого товара, который потребители хотят купить, приобрести. Чем это может быть вызвано? Первый вариант. Расширением числа производителей бытовой химии. Если бытовая химия стала производить намного больше, предприятие расширилось, то бытовая химия может нам предложить большое количество товара. Но здесь нужно увидеть, что мы смотрим линию спроса, а не линию предложения. Этот вариант ответа нам не подходит. Не факт, что мы можем приобрести товар, который нам предлагает производитель по той цене, а как мы видим. Если я сейчас приведу линию, здесь мы проведем линию, то цена у нас одна получается, а количество у нас увеличилось. Второй вариант ответа. Заселение многоэтажных домов новых микрорайонов. Если мы заселим многоэтажных домов новых микрорайонов, следовательно, им необходима будет бытовая химия. Бытовая химия – это у нас чистящие средства и многое другое. Думаю, вы поняли. Следовательно, они будут покупать, у них есть спрос на данную продукцию. Спрос увеличится. Этот вариант ответа подходит. Третий вариант ответа. Техническими нововведениями на предприятиях бытовой химии. Если мы введем какие-то нововведения на предприятии, возможно, мы увеличим, возможно, предприниматель увеличит количество выпускаемого товара, но так как мы видим, что у нас цена не изменилась, а количество спроса выросло, то этот вариант ответа нам не подходит. И увеличением налогов уплачиваемого производителем. Этот фактор относится к предложению, к уменьшению количества предложенного товара производителем. Этот вариант ответа нам не подходит. Есть ли вопросы по данному заданию? Вопросов нет? Переходим далее. На графике отражено изменение спроса на бытовые товары длительного использования на соответствующем рынке. Линия спроса D переместилась в положение D1. P – цена товара, Q – количество товара. Это перемещение может быть, прежде всего, связано с первым вариантом ответа – повышением ставки подоходного налога. Вторым вариантом ответа – монополизациях в отраслях, производящих бытовую технику. Третий вариант ответа – ростом благосостояния населения. Четвертый вариант ответа – созданием условий для развития малого бизнеса. У вас есть время подумать и написать свой ответ в чате. Переходим к разбору заданий. Итак, у нас линия спроса D. Линия спроса. Цена у нас осталась такой же. Количество товара у нас увеличилось. Чем это могло быть вызвано? Повышением ставки подоходного налога. Подоходный налог, как нам известно, это 13% от нашей заработной платы. Напишу. Этот вариант ответа нам не подходит, так как налог относится к закону предложения. Если вы видите слово налог, то можете и вопрос у нас спрос, смело можете вычеркивать этот вариант ответа. Монополизация в отраслях, производящих бытовую технику. Монополизация – это контроль или держание одного какого-то предприятия над всеми, который является главенствующим. Здесь у нас спрос вырос. Следовательно, при монополизации конкуренции нет. Вариант ответа нам не подходит. Рост на благосостояние населения. Чем выше произошел рост благосостояния населения, следовательно, спрос на бытовые товары длительного использования у нас увеличились. Этот вариант ответа нам подходит. Четвертый вариант ответа. Созданием условия для развития малого бизнеса. Развитие малого бизнеса, здесь ключевое слово является бизнес, это все же конкуренция. Этот вариант ответа нам не подходит. Есть ли у вас вопросы по данному заданию? Переходим к разбору следующего. На графике отражена ситуация на рынке яхт и яхтенного оборудования. Линия спроса D переместилась в новое положение D1. P – цена товара, Q – объем спроса товара. Это перемещение может быть связано с первое – появлением новых производителей яхт и яхтенного оборудования, второе – снижением пошлин на ввоз импортных яхт, третье – предложением яхт новых моделей, четвертое – рост на доходы покупателей яхт. У вас все время подумать и написать свой ответ в чате. Переходим к разбору. Итак, мы обратим внимание, что у нас линия спроса. Линия спроса у нас увеличилась. Количество товара у нас увеличилось, извините. С чем это может быть связано? Первый вариант – это появление новых производителей яхт и яхтенного оборудования. Новые производители, следовательно, это у нас конкуренция. При конкуренции у нас чаще всего повышаются цены. Этот вариант ответа нам не подходит. Второе – снижением пошлин на ввоз импортных яхт. После навоз импортных яхт у нас снижается, следовательно, у нас здесь возрастает конкуренция также. Этот вариант ответа нам тоже не подходит. Третий вариант ответа – предложением яхт новых моделей. Здесь у нас увеличивается количество предложений, но так как у нас цена остается та же, то мы можем говорить… Этот вариант является неверным, потому что здесь происходит увеличение объема товара предложений, но не спроса. Четвертый вариант ответа – ростом доходов покупателей яхт. Следовательно, доход у покупателей вырастает и спрос вырастает. Этот вариант ответа является верным. Есть ли вопросы по данному заданию? Переходим к следующему. На графике отражена ситуация на рынке бытовой техники. Линия предложения S переместилась в новое положение S1. П – цена товара, Q – количество товара. Это перемещение может быть связано прежде всего с первое – увеличением доходов потребителей бытовой техники. Второе – широкая реклама в СМИ бытовой технике новых марок. Третье – применением технологий, сокращающей издержки производства. Четвертый вариант ответа – ожиданием роста потребительских цен. Обратите внимание, что у нас линия предложения, в которой у нас увеличилось количество товара. То есть увеличилось количество предложенного товара, который производитель может предложить покупателю. Это может быть вызвано. Первый вариант ответа – увеличение доходов потребителей бытовой техники. Если у нас у потребителей доход повышается, то у них повышается на это спрос. Данный вариант ответа нам не подходит, так как мы видим увеличение количества товара в линии предложения. Второй вариант ответа – широкая реклама в СМИ бытовой технике новых марок. Это демонстрация также повышения спроса на бытовую технику. Вариант ответа нам не подходит. Применением технологий, сокращающей издержки производства. То есть если производитель будет производить определенный товар с минимальными издержками, он сможет произвести больше товара, и, следовательно, товар будет качественный. Этот вариант ответа нам подходит. Рассмотрим также четвертый вариант – ожиданием роста потребительских цен. Потребители ожидают, что в скором времени поднимутся цены на бытовую технику. Следовательно, они скорее хотят приобрести как можно больше бытовой техники. Эту картину мы все наблюдали в недавнем времени, когда скупались по три телевизора на человека. Так что этот вариант ответа нам не подходит, так как он демонстрирует. Увеличение спроса на бытовую технику. Спасибо за внимание. Сейчас у нас будет пятиминутный перерыв, и мы продолжим.